Всем привет садоводы и огородники моего канала и сегодня я вам хочу показать как я буду обрабатывать и сажать гладиолусы. Вот обратите внимание, я вам показываю гладиолус с длинным отростком. Ничего страшного нет, они все равно все неравномерно развиваются. За две недели до посадки клубные луковицы очищают от чешуи. Делать это нужно осторожно, так как под ними могут оказаться молодые проростки, которые легко обломать. Если очищают оболочку детки, то слегка нажимают на нее двумя пальцами, а затем ногтем удаляют чешую. Очищать надо обязательно, так как в чешуях гнездятся паразитные микроорганизмы и трипсы. Кроме того, на очищенных клубные луковицах легко обнаружить признаки заболеваний и вовремя обеззаразить посадочный материал. Прошло у меня ровно 10 дней, как видите отростки на гладиолусах у меня увеличились, теперь необходимо их перед посадкой обязательно обработать. Обрабатывать в этот раз я буду очень хорошим препаратом, который называется Максим, вот я вам сейчас его показываю. Этот препарат очень прост в обращении, тут в принципе ничего сложного нет, здесь очень удобная таблица, если кому-то надо, прочитайте перед использованием. Итак, внутри у нас находится вот такая вот колбочка пластиковая, теперь здесь необходимо надломать и потом я вам покажу, что делать дальше. Надломал я этот пузырек и теперь содержимое отправляем в 1 литр воды, то есть 2 миллилитра препарата Максим мы разводим на 1 литр воды. Все препарат Максим я развел, теперь выливаем его в ту емкость, где мы будем обеззараживать клубни луковицы гладиолусов и теперь их сюда просто-напросто выкладываем. Желательно, чтобы они прям полностью утонули в этом растворе. Луковицы гладиолусов как видите у меня полностью погружены в этот раствор Максим, теперь оставляем их здесь ровно на 30 минут. Приготовил я уже вот такую канавку под посадку гладиолусов, здесь я буду сажать ровно 6 штук, глубина этой канавки сейчас у меня 23 сантиметра. Итак, в такую глубокую канавку я буду сажать гладиолусы, которые больше пяти сантиметров, вот это у меня клубни луковица 6-7 сантиметров и вот такие вот луковицы я буду сажать на такую глубину, если у вас клубни луковица 5-4 сантиметра, то их нужно сажать по научному на глубину 15 сантиметров, это важно. Перед посадкой гладиолусов обязательно внесите удобрения, к примеру нитрофоску, буквально две чайные ложки вот на такую канавку. Канавка у меня длиной 1 метр, посадку начинает когда почва на глубине 10 сантиметров прогреется до 8-10 градусов, в средней полосе это происходит обычно в конце апреля, начале мая. Все конечно зависит от матушки природы, кстати не забываем это удобрение хорошенько вот так вот заделась в почву. Теперь сверху я присыпаю все это песком толщиной 1-2 сантиметра, благодаря тому, что мы добавили песок, у нас клубни луковицы не будут гнить. После того как мы добавили сюда песок, обязательно хорошенько проливаем канавку водой. Вот я разместил свои гладиолусы, теперь послушайте меня внимательно. При размещении растений нужно учитывать также, что чем больше расстояние между растениями, тем лучше условия питания и меньше вероятность заражения заболеваниями от соседнего растения. Наименьшее расстояние между крупными клубни луковицами в ряду 15 сантиметров, между рядами 20 сантиметров. Для деток соответственно 5 и 15 сантиметров. Цветовод не ошибется, если посадит клубни луковицу на глубину равную трем ее диаметрам. Очевидно, что мелкую придется сажать мельче, крупную глубже. Мелкие клубни луковицы при глубокой посадке могут не прорасти вследствие отсутствия доступа воздуха. Детки сажают на глубину 3-5 сантиметров. Поэтому меньше чем на 7 сантиметров сажать клубни луковицы не следует. Посадочный материал диаметром 4-5 сантиметров сажают на глубину 10-12 сантиметров. На песчаных и черноземных почвах глубину посадки можно увеличить до 15 сантиметров. На глинистых и заболоченных уменьшить до 7-9 сантиметров. При этом надо помнить, что мелко посаженные клубни луковицы чаще болеют. После того, как мы присыпали гладиолусы землей, обязательно производим обильный полив гладиолусов. И на этом вся посадка гладиолусов у нас совершена. Желаю вам очень красивого огорода в этом году. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.